Так называемую «миссию мира» венгерского премьер-министра Виктора Орбана осудили сегодня на первом заседании Европейского парламента в Страсбурге. За соответствующую резолюцию проголосовали 495 депутатов, против было 137 депутатов и еще 47 воздержались. Особенно депутатов возмутила встреча Орбана с Путиным. Они видят в этом не миротворчество, а попытку оправдать российскую агрессию. И не только против Украины, но и против всей Европы. Уже давно мы являемся свидетелями сговора крайне правых в этом парламенте с Путиным. Несколько дней назад самый заметный глава новой группы лжепатриотов Орбан встретился с Путиным, чтобы очернить Европейский Союз. Право сгласить, что у него есть мирный план, о котором никто не знает, и пропагандировать российский экспансионизм. О каком мире Орбан хочет говорить с таким тираном, как Путин, в отношении которого есть ордер на арест, выданный Международным судом в Гаге? Также принятая резолюция подтверждает цель Европарламента поддерживать Украину столько, сколько понадобится и в необходимых объемах. Парламент вновь заявил о своей поддержке формулы мира президента Украины Владимира Зеленского и призвал Венгрию отменить блокаду финансирования военной помощи для Украины через Европейский фонд мира. Безопасность Украины – это наша безопасность. Владимир Путин пытается дестабилизировать наш континент, бомбя Киев. В Финляндии происходят провокации на границе, и мы видим провокации во Франции. В Германии главный производитель вооружений стал объектом заговора с целью убийства. Мы наблюдаем гибридные угрозы и вмешательства в европейскую политику. Единственный возможный ответ – это твердый ответ на путинскую пропаганду, в том числе в этом парламенте. Мы должны усилить поддержку Зеленского и храброго народа Украины. Фактически новый состав парламента подтвердил обязательства, взятые предыдущим. А это значит, что проукраинское большинство в законодательном органе сохраняется. Это также первое решение о новом составе парламента, которое мы собираемся принять, начать с самого важного, выразить очень четкую позицию также и в новом составе парламента. Поэтому этот вопрос стоит на повестке дня. И именно поэтому все члены нового парламента должны выразить свою позицию и взгляды на будущее Украины, на российскую агрессию против Украины. Виталий Сизов, Руслан Кузьгол из Страсбурга для телеканала Freedom.